Здесь говорится о зевоге. Это правило, что любой нижний не может получить от высшего без нового зевога. То есть постоянно до бесконечности бесконечное количество зевогов, все время что-то новое. Связь называется зевогом. А что в этой связи, что идет до самой бесконечности? Подобие нижнего вышива. Иначе, как я получаю, я должен прийти и уподобить степсель розетки, форму моего получения, форму его отдачи. Но почему это каждый раз новый зевог? Что в этом, что здесь меняется? Потому что каждый раз все время это меняется. Каждый раз новые условия, новые решимоты, новые желания. Я не понимаю. Когда ты приходишь, каждый раз обращаешься к своему товарищу, каждые пять минут, это каждый раз новый зевог. Соединение называется зевогом. Почему зевогом? Потому что это происходит с помощью взаимоударения. Зевог ДАК. У нас, в нашей жизни, мы не называем любую связь между людьми зевогом. Только половую связь, которая подобна связи с высшим. Но когда я просто разговариваю с кем-то, произвожу какое-то действие по отношению к нему, это не называется зевогом, потому что тут как бы нет такого впечатления. Но когда мы, если мы посмотрим на духовном, как это происходит в духовном, то это все зевоги, потому что все происходят зевоги ДАК, поднимаются над своим эго для того, чтобы создать связь с ближним. Все, что происходит с помощью взаимоударения, называется зевог ДАК, АКА, взаимоударение. Соединение, которое происходит с помощью взаимоударения, называется зевогом. Можно ли спросить? Наша высшая это группа, так? Если ты должен соединиться с кем-то, ты должен наступить на свое эго. Это называется АКА, удар. И тогда ты поднимаешь себя над этим ударом к объединению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова